Почему вы наружаете? Как это называется? Плайк! Плайк! Вместе шагаем вместе, Только с такой постовой постовой Нас группа послала На большие дела Клятву держать, На смех стоять, С честью завтра сейчас! Служил мой дед, Служил отец, Гордится ими Вся моя родня, Похож на них Солдат-боец, Солдат сегодняшнего дня! Солдат-герой, Солдат сегодняшнего дня! Здравствуйте! Вы смотрите программу Реальные кадры. С вами Мария Шматкова. В этом году ансамблю песни Песни и пляски «Красная звезда» Войск стратегического назначения исполняется 40 лет. И сегодня мы хотим вам рассказать Об этом уникальном коллективе И прямо сейчас побеседуем с начальником И художественным руководителем ансамбля Песни и пляски «Красная звезда» С Олегом Неклюдовым. Здравствуйте, Олег! Очень рады познакомиться. Конечно, знаем ансамбль. Он уже столько лет живет И процветает на нашей территории. Конечно же, знаем Мы видели его в деле, так скажем. Но 40 лет это уже серьезный возраст Большой срок. Большой срок, да И для артистов, и для балета, и для оркестра Олег, вы дирижируете, вы управляете Вот он сегодня какой ансамбль «Красная звезда» Он такой же самый-самый Знаете как, для меня Он самый большой, самый красивый Самый любимый, самый мой, самый родной Это организм, творческий организм И он сложен, он сложен Потому что в него входят Те, кто поют Те, кто танцуют, те, кто играют Их надо всех объединить Но есть еще подводная часть айсберга Это те, кто обеспечивает всю эту работу Бухгалтера, начальники Строевой части Административно-хозяйственной части И вот мы все вместе Составляем один ансамбль Песни и пляски Ракетно-хозяйственного назначения Ай, млада, не врягода Куровая рубаха По игру можно в город ропотать Ай, млада, села в грязь На мое-то счастье, дорогаши И ребятушки Навесли пудры и румяна Навесли ленты и груши Как вы считаете, в чем уникальность И в чем вот изюминка того успеха Что этот ансамбль Уже столько лет Ну, нисходит с уст и Популярен не только в России, а во всем мире Вас ждут Ну, какую страну не взять с гастролями И готовы вас встречать и хлопать И кричать вам браво снова и снова Да, мы знамениты С гордостью могу сказать Что мы действительно знамениты Нас знают за границей Нас знают в России В чем секрет? Ну, тяжело ответить однозначно На этот вопрос на самом деле Я уже говорил, что Есть и хоры, и оркестр, и балет Мы ищем что-то, все время что-то новое Пробуем экспериментировать Не боимся Спеть хип-хип Станцевать хип-хоп Спеть какие-то современные ритмы Ну, все-таки в основе Какой репертуар? На чем держится ансамбль? Любой ансамбль песни и пляски Военный ансамбль Он создан прежде всего для того, чтобы Поднимать дух своих войск Наши войска ракетные Очень сложные Очень грозные И мы стараемся Все время выступать В ракетных войсках Ездим по всей России Показываем свое искусство им Помимо тех артистов, которые Уже здесь много лет работают Есть и те, кто приходят В качестве срочников к вам И, в общем-то, у них всего лишь В распоряжении год И после этого они уходят Как удается так быстро Мобилизовать юных артистов И поставить в строй? Ну, с одной стороны это сложно сделать А с другой стороны просто Почему сложно? Потому что один год За один год профессионалам тяжело стать Но приблизиться к профессионализму можно Почему легко? Потому что к нам приходят все ребята Вы их сегодня увидите наверняка Они все профессионалы Они имеют как минимум Среднее специальное образование Некоторые имеют высшее образование То есть они приходят В принципе готовые профессионалы Но еще сыроватые Вот мы доводим их Шлифуем, шлифуем, шлифуем И как только мы чуть-чуть дошлифовали До определенного уровня Они, к сожалению, от нас уходят Но некоторые остаются Служить у нас Но есть тем все-таки Все остается, да? Да, конечно И есть ребята, которые остаются у нас служить И мы этому очень рады Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне много друзей здесь служило Ну, кто год назад, то два, кто три года назад И все об этом ансамбле назывались очень хорошо Вот, подошло время мне Проходить срочную службу Я решил тоже попробоваться Нужно пройти отбор У меня, к сожалению, не было возможности Приехать сюда, провериться лично Поэтому здесь идут на уступки И можно отослать видео И будут проверять по видео Ну вот, мне посчастливилось Меня взяли Очень тяжело было начинать Потому что в ансамбль попадаем И, к сожалению, не сразу Еще нужно пройти курс молодого бойца И вот, к сожалению, я его проходил два месяца И потом немножко тяжело входить в форму Времени на это здесь очень мало Ты только попадаешь в ансамбль Тебе сразу нужно учить много-много репертуара И чем быстрее и качественнее ты его выучишь Тем лучше будет для тебя Очень старался Было достаточно тяжело, но я очень доволен Дело в том, что именно после этого ансамбля открывается очень много перспектив Так как ансамбль «Красная зезда» много где котируется Не только в России, еще и за рубежом Поэтому рассматриваю варианты не только как вернуться на родину в Краснодар И там продолжать работать Возможно, куда-нибудь за границу удастся уехать и работать по контракту Но, может, какие-то российские государственные коллективы Или также военные ансамбли ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, попала я сюда по наставлению моих педагогов из моего детского коллектива Пришла, проверилась, как все, на общих основаниях Понравилась, начала работать Правда, это было еще в 2002 году, уже 15 лет я здесь работаю Здесь сложилась моя семья, мои друзья Ну, очень хороший коллектив Мне кажется, это все-таки вот такой внутренний дух в коллективе Здесь очень много, во-первых, семей много Много сплоченных людей, которые ратуют за одну большую и важную для всех идею За любовь к искусству, к своей родине, к культуре в целом Объединяет ансамбль не только духом, да, но и любовью Люди встречаются здесь, и, в общем-то, все переплетается С одной стороны, работа, с другой стороны, личная жизнь Да, и есть такое дело У нас много семей на самом деле Я вам по секрету скажу, почему это происходит Потому что мы очень часто ездим в гастроли и все время находимся рядом Потому что мы становимся не просто каким-то организмом, который вышел на сцену Отыграл, сказал «до свидания» и ушел по домам А мы живем вместе фактически постоянно Так или иначе, люди знакомятся, влюбляются, женятся Как в хорошей песне пояса, да, люди встречаются, влюбляются, женятся Так и у нас Чтобы собрать весь ансамбль воедино, нужен дирижер Именно на нем лежит главная миссия Как удается вот это все сплотить? Такие три, ну, в общем-то, немножко разные структуры И по темпераменту, и по энергии Ну, я не знаю, как-то оно само собой получается на самом деле Ну, если честно Всегда, мне кажется, дирижер для многих зрителей, кто сидит в зале Это такой вот серый кардинал Во-первых, ты видишь всегда только спину и палочку Руки, которые взлетают, палочка И вот действительно хочется сказать, что по мановению палочки волшебные Все движется, все работает, и каждый знает, что ему делать Ну да, начальник, художественный руководитель, в принципе, почти одно и то же Это как бы единая точка, которая вокруг себя аккумулирует всех Ну, приходится никуда не деться, понимаете Надо чувствовать, что хочет оркестр Надо чувствовать, что хочет балет Надо чувствовать, что хочет хор, что солисты хотят Надо соединить их воедино Ну, это обыкновенная наша работа, собственно Вы вообще мечтали стать дирижером? Да, я с детства мечтал стать музыкантом А когда я поступил на военно-дирижерский факультет При Московской государственной консерватории Я мечтал стать ансамблистом Раньше было ансамблевое отделение И я туда попал И вот так? Да, закончил по специализации руководство ансамблями песни и пляски Ну, в общем-то, то, чем вы сегодня и живете Что бы вы пожелали ансамблю «Красная звезда» В юбилей, в сорокалетие, в его день рождения? Жизни, большой жизни Я хотел бы пожелать всем артистам ансамбля Много-много-много здоровья Много счастья, много добра И творческих успехов Почему творческих успехов? Потому что даже заслуженные народные артисты, которые у нас работают Всегда есть к чему стремиться Ну что, а мы продолжаем радовать наших телезрителей Сегодня у них уникальная возможность Окунуться во всю красоту И насладиться всей мощью вашего ансамбля Ехали на тройке с бубенцами А вдали мелькали огоньки Эх, когда бы мне теперь за вами Душу бы развеять от тоски Дорогой длинною Да ночкой лунною Да с песней той, что вдалите звеня И с той старинною Да с семиструнною Что по ночам так мучила меня Дорогой длинною Да ночкой лунною Да с песней той, что вдалите звеня И с той старинною Да с семиструнною Что по ночам так мучила меня Анатолий Николаевич, вы отдали 26 лет своей жизни краснознаменному ансамблю «Красная звезда». Вот расскажите, с чего началась ваша история, как вы попали сюда? Ну, это очень длинная история. Я постараюсь в двух словах это все рассказать. После окончания факультета Московской консерватории я 6 лет служил в ансамбле в Германии. Была группа советских войск в Германии в то время. Потом 4 года служил в Уральском военном округе начальником ансамбля. И с 83-го года в течение 26 лет я руководил ансамблем песни и пляски ракетных войск в Германии «Красная звезда». Вот в чем уникальность этого ансамбля? В чем его вот этот неповторимый дух, успех? Потому что когда выступает ансамбль «Красная звезда», ну, конечно, нет ни одного равнодушного зрителя в зале. Причем это не только в России, а вообще по всему миру. Вы знаете, секрет очень прост, потому что начальник всегда силен своими подчиненными. Если у подчиненных горят глаза на работе, если они любят свое дело и преданы искусству, которое требует много пота, крови и моральных издержек, несмотря на небольшую зарплату, вот с этого складывается успех и горячие аплодисменты зрителей. Анатолий Николаевич, ну вроде бы вы оставили палочку, ушли на заслуженный отдых, в общем-то распрощались с любимым ансамблем, решили, ну вот, вот она пришла, да, возможность отдохнуть, но нет. Снова в строю, снова вместе с любимыми артистами, снова на сцене. Как вы на это согласились, Анатолий Николаевич? Ну это все очень-очень просто и непросто. Просто почему? Потому что артисты, так же, как и любой военный, никогда не уходят на пенсию. Я все-таки полковник сейчас уже в отставке. Вот, военных бывших не бывает, как не бывает бывших музыкантов. И всегда сердце болит о коллективе, о людях, которые здесь работают, которых я оставил, с которыми прошел сложную творческую жизнь в этом коллективе. Мы практически объездили полмира. Если в двух словах сказать, то в той же Америке мы были шесть раз. Там и Гонконг, и Китай, и Южная Корея, и Канада, и Мексика, и Англия, и Франция, и Польша. Но это можно пересесть бесконечно эти страны. Мне кажется, вас оттуда не хотели отпускать. Ну, понимаете, все достигается... Как встречают наши там? Все достигается большим трудом, как я говорил уже раньше, наших артистов. Вот, встречают великолепно, встречают прекрасно. И все... Нас даже командующий в одном из букетов написал такую фразу, что все на Западе ждут от нас ракет, а мы посылаем самое грозное оружие, это ансамбль «Красная звезда». И это оружие мы действительно покоряли сердцам многих-многих людей. И многих у людей менялось представление о нашей стране, о наших людях, которые живут, что у нас нет никакого намерения ни на кого нападать. Мы желаем жить со всеми в мире. Открытые, добрые. Да, добрые, да. Мы хотим жить со всеми в мире. Что бы вы пожелали ансамблю сегодня? Каким вы хотите видеть его еще через 40 лет? Я думаю, что ансамбль будет существовать вечно. Вы знаете, в наше трудное время, как и в былые времена, всегда, даже в древнее время, люди требовали хлеба и зрелищ. Сейчас непростая военно-политическая обстановка во всем мире, мы это знаем прекрасно. Но не смотрели ни на что. Люди с удовольствием ходят на наши концерты, смотрят зажигательные пляски, слушают прекрасные песни, прекрасную музыку. И это вселяет надежду не только в сердца артистов, но и в веру в правильность нашего пути и всех людей, которые сидят в нашем зрительном зале, вместе с нами переживают с нашими артистами. А сейчас мы хотим вас познакомить с солистом ансамбля «Красная звезда» Сучковым Николаем Владимировичем. Николай Владимирович, сколько лет вы поете в этом уникальном коллективе? Ох, столько не живут на свете. Я с самого первого дня в этом коллективе 40 лет, уже больше 40 лет, потому что директива была в 1977 году, а первый концерт ансамбля был в 1978 году. В Академии бронетанковых войск мы впервые выступили перед большой публикой. Николай Владимирович, как это было 40 лет назад? Что вы тогда чувствовали? Ну, у нас был тогда самый молодой ансамбль, тогда еще в советской армии. У нас был совершенно уникальный ансамбль. Были женские группы хоров. Впервые в нашей армии. Это всегда на сцене блистали мужчины. Только мужчины были в хоре. А мы попробовали делать такой эксперимент, что у нас стали женщины в хоре. Это было вообще феноменально. И после того, как мы вот это все показали, нас просто на разрыв по всей стране. Концерты же у нас были. От Камчатки до Бреста и, как я говорю всегда, до Калининграда. От Новой Земли. Кто может похвастаться, что кто-то был на Новой Земле? Мы дважды были на Новой Земле и до Памира. Всю Россию проехали. И всегда с большим успехом вот именно смотрели на наш женский хор. В военной форме, красивые девочки, подтянутые. 40 лет вы неустанно трудитесь в любимом ансамбле. Вот какой была эта жизнь? Ну, конечно же, сложная жизнь. Сложная жизнь. Особенно, когда семья. У меня жена тоже была в ансамбле. Она была певицей и все остальное. Дети, когда рождались, вы сами понимаете, уезжать в командировки. А в командировке мы были от 100 до 120 дней иногда в году. Вы можете себе представить по всей России? Одну треть года вы все время гастролировали. Совершенно правильно. Но с другой стороны, Николай Дмитриевич, ну признайтесь, для артиста ведь это тоже очень важно. Понятно, что дома семья, жена, дети, все это, это прекрасно. Но ведь без зрителей, без сцены, без софитов, ну невозможно представить ни одного артиста. Невозможно, невозможно. Как говорят, вот это самый большой наркотик, когда на сцену выйти. У меня творческий стаж, если так брать, по большому счету. Я еще до этого, Макалин Цементарем он сам и работал. У меня больше 50 лет я на сцене пою. Можете себе представить, сколько это можно? Николай Дмитриевич, какие ваши любимые песни? Ох, мои любимые песни. Ну, любимые песни, конечно же, времен нашей Великой Отечественной войны. Это и «Смуглянка». Это и, ну вот, да, есть такая песня, которую написал мой друг, хороший мой друг, с которым мы вместе срочной службой служили. Это Илья Олейников. Ну, знаете, по городку, конечно, мы вместе с ним послужили. У него были такие строчки. «Положили мы юность, кто в Клину, кто под Брестом, В эшелону влезая, в круговерти ночной, это вы обещали матерям и невестам непременно с победой возвратиться домой. А салюты гремели, 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 только их не услышит друг единственный иной. Кто в чинах офицерских, кто в солдатских шинелях, кто в граните, кто в бронзе, мы вернулись домой. И всегда с большим удовольствием мы поем и работаем для наших прекрасных ветеранов. Хотя их становится все меньше и меньше, но самые любимые песни, конечно, со времен Великой Отечественной войны». Что бы вы сегодня пожелали вашему ансамблю? Ансамблю долголетия, долголетия, еще раз долголетия, чтобы ансамбль развивался по-новому, в новом стиле. Если раньше пели песни, провожала меня мать, вас солдаты, то теперь поют, провожают мальчишку на службу в армию. Чтобы всегда звучали песни именно нашей российской армии. Но все-таки вот в этом и есть, наверное, эта уникальность и изюминка этого ансамбля. Да, конечно же. Вот репертуар, который мы поем, репертуар у нас от классики до народной музыки, даже до джаза. Танцевальный коллектив у нас танцует разнообразные пляски, и народные, и есть и классические, и есть и просто шуточные, и, конечно же, солдатские, военные пляски. И оркестр играет различную музыку. Так что разнообразие для того, чтобы публика на... Мы уже не будем томить наших телезрителей, а продемонстрируем всю мощь ансамбля песни и пляски «Красная звезда», войск стратегического назначения. Смотрим и не переключаемся. Проблем у армии не счесть, но в этом не ее вина. Пока ракетчики имеют честь, живет великая страна. Редактор субтитров А.Семкин